Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом не спасение, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех из Петербурга, с северной столицы. Сейчас я на окраине Петербурга, ну как бы не самая окраина, но некогда здесь была такая рабочая окраина. Здесь улица Бабушкина, здесь там улица Крупская, еще другие названия, такие советские, еще коммунистические названия. Но здесь чуть дальше Еврейское кладбище, известно такое место, это станция метро Абуховская, называется ли Абухова. Вот значит и Еврейское кладбище, и кладбище, где массовое такое захоронение жертв трагедии. 9 января, так называемого Кровавого Воскресения или Кровавого Рождества. Кровавое Рождество это событие 1905 года. Ну в наших учебниках по истории больше известно как Кровавое Воскресение. Хотя иногда пишут и Кровавое Рождество. Но, как ни говори, это действительно страшная трагедия, которая была уже больше 100 лет назад. И это Кровавое Преступление последнего русского царя Николая II, которое вызвало протест, бурю протеста и вызвало революцию. Одну, а потом вторую и, в конце концов, Октябрьский Кровавый Переворот. И, в общем-то, хаос, тот ужас, который продолжается так или иначе по сей день. Значит, в России, в странах, во многих странах бывшего Советского Союза, бывшей Российской империи. Это действительно кровавые столетия, которые уже более чем столетия, да. Кровавое время, кровавая эпоха. И вот этот призрак коммунизма, ужасы коммунизма, они действительно все еще так или иначе продолжаются. По крайней мере, в умах миллионов и миллионов людей. И до такой декоммунизации еще, ой, как далеко. По крайней мере, здесь, в России. А идя по улице Коммунистической, по улице Бабушкина, по улице Крупской, по улице Ленина и прочее, понимаешь. Даже здесь есть, ну, в другой стороне, правда, Петербурга, тоже ближе к окраине, значит, как же называется станция метро там. Ну, я, честно говоря, Петербург, извиняюсь, не так хорошо знаю, но там показывали мне такой, ну, как, мемориал, стелы. Там Ленин, но Ленина не удивишь. Здесь, в бывшем Ленинграде, здесь Ленина хватает изображений. Но самое удивительное для меня было, что здесь еще и изображение Сталина вместе с Лениным. Вот, хотя после Хрущева, притом старые изображения, после Хрущева большинство изображений Сталина были уничтожены, но вот местами они до сих пор встречаются. Хотя в наше время, в наши годы многим это до сих пор трудно поверить. Мне это до сих пор верится с трудом, но ставят бюсты, ставят изображения Сталину. Это все равно, что, допустим, сейчас в Германии современной, уже свободной демократической стране, если бы ставили бы, допустим, статуи, точнее, или бюсты Гитлеру. Или же, допустим, в Италии современной демократической такой свободной стране ставили бы, допустим, там изображение Муссолини. Ну, понимаете ли, это, конечно, ужасно, что сегодня происходит, но мы, христиане, безнадежные оптимисты. Знаете ли, неисправимые, точнее сказать, неисправимые оптимисты. Потому что во Христе Иисусе наш оптимизм, он черпает свою силу, наш оптимизм христианский не из того, что мы видим и слышим. Мы видим и слышим порой вещи, которые, наоборот, знаете ли, пессимизм вселяют в сердца людей. Но наш оптимизм, он сверхъестественный, он с неба приходит, он от самого Господа Бога Всемогущего. И потому молясь сегодня здесь, в этом парке ткачей, здесь вот недалеко от еврейского кладбища и кладбища, где жертвы похоронены, тысячи тех жертв 905 года, кровавого воскресенья, кровавого Рождества, когда был расстрел мирных людей, пришедших молиться за Россию. Благодарю, знаете ли, сегодня благоставляю великого Бога и благодарю. Я знаю, что кровь Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца, она очищает от всякого греха людей. Сегодня, сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, слава Богу. Так что, дамы и господа, братья и сестры, благоставляю всех вас также, благоставляю всех молитвенников, всех молящихся о Санкт-Петербурге, о северной столице. Здесь, на берегах Невы, Ижоры, Черной Речки, других этих притоков Невы, зарождалось православное обновленчество. Я верю, что и сегодня, уже в начале 21-го столетия, такое второе рождение обновленчества, новое начало обновленчества здесь должно произойти. И здесь, в Петербурге, и в Москве, и в Киеве уже существует наша церковь, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, архиепископом, который ваш покорный слуга, собственно, и является. Да, и будучи православным архиереем, реформатором, обновленцем, я молюсь о пробуждении духовном всей православной церкви, всего мирового православия, и канонических церквей, и неканонических, и второканонических, как назвать, всяких-всяких. А также всего тела Христова, все церкви Господней, потому что я не отделяю православие от всего христианства, от всех ветвей церкви. Есть ветви пышно растущие, светущие, плодоносящие, есть ветви еле, как говорится, еле душа в теле, наладан дышащие, есть церкви надломленные, отломленные, отпадшие, завядшие, увядшие, но Бог может и отпадших восстановить, возродить, вот, и в этом Его силы и могущества, Он есть воскресение и жизнь. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья, дамы и господа, благоставляю именем Господнем. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Петербурга, с берегов Невы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам! Дамы и господа, и по скриптум, огромное спасибо всем и благословение особое всем. Я молюсь за вас ежедневно в утренней молитве, бывает, что и в вечерней молитве вспоминаю. Именно те, кто и молитвами, и финансами участвует в моем служении Господу, являясь частью вот этого духовного пробуждения, православия и всего христианства. Реформации, всех друзей церковной реформации, одним словом, благословляю во имя Господне. Напоминаю, что здесь, в России, вы можете пополнять мобильные номера, Теледва, МТС. В Украине это Киевстар и Лайф, Лайф номер тоже обозначен под всеми этими видео. Поэтому откройте, себе скопируйте, сохраните обязательно. А также номер карточки Сбербанка и Приватбанка в Украине. Сбербанка здесь в России, Приватбанка в Украине. И как анонсом скажу, что в январе месяце планирую провести семинары у нас в нашей Киевской архиепископии в Киеве. Семинары по истории христианства, истории реформации. Поэтому более подробно я дам информацию уже и в блоге своем, и на сайте, и в социальных сетях. И еще хорошая новость такая, с этого воскресенья даст Бог, уже в это воскресенье я проведу утреннюю молитву. Вновь буду проводить, даст Бог, неделю, может даже больше появилась возможность провести утренние молитвы. С шести до семи утра буду проводить утренние молитвы, в прямой трансляции. Час молитвы. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Люблю всех, обнимаю, целую и благоставляю во имя Иисуса. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Господь благослови Петербург, благослови Господь. Здесь духовное пробуждение, пусть начинается и распространяется по всему северо-западу, да и по всему лесу земли. Аминь. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Шалом Иерусалим, шалом Иерусалим. Сегодня пятница и сегодня встречаем шаббат. Поэтому я еще поспешу сегодня взять халы, взять плод виноградной лозы. Возьму сегодня соку, поищу виноградного. Благословляю всех вас. До встречи. Ну, если будет возможность, то подключусь в прямой трансляции и с шаббатом. С Богом.